яндекс страху всех своих пассажиров и выплачивает компенсацию машина белого цвета белый жемчуг комплектацией получается люкс получается салон на черной коже панорама открывается двух положениях и у нее есть друг всем привет здесь вот такой спортивный магазин есть кому надо я вам обещала рассказать что я расскажу как что какие банки какие 10 или 11 11 11 января мы в офисе азов мыс здесь охота страхование яндекс яндекс страху всех своих пассажиров и выплачивает компенсацию я написал служб поддержка в тот день когда мы 21 декабря попали на такой вот написал туда жалоб и вот они реагировали и вообще нет в этом плане прямо интересуются звонят и они все объяснили что мне напишут на почту они попросили почту что они свяжутся со мной вот и нужно будет все вот эти документы перечень документов собрать и отправить сейчас вот мы приехали вчера здесь был я щас приехал заявление запомнить такие дела имейте ввиду берите на заметку короче персай на диск мрт когда делали а вот этому вопросу на который яндекс конечно такой случай пусть не будет и у кого это вообще даже врагу такой не пожелаешь но но все-таки я хочу проговорить многие как бы такие моменты не знаю как бы есть и даже допустим доставка яндекса он тоже страхованная пришли в баньку пятница всем помоемся попаримся дала аккуратно мы пришли из бани шу искупались я помнить как-то снимала влог и показывала свои покупочки показывала умывалку и крем что я купила вы знаете очень классный крем просто бюджетный вариант я вам сейчас покажу его и умывалку и тот крем который я на новый год мне подарили сертификаты я выбрала он тоже хороший вот если вам бюджетный вариант принципе ничем не отличается от дорогого вот тот набор который я купила на манами сертификат 24000 со скидкой где-то 28 даже 14 чем-то выходил но особо не я не вижу разницы там что-то в ней суперского или еще учет если хотите конечно да можете брать но вот этот вариант вообще цена смешная но очень хорошо увлажняет и он такой лифте лифте эффект как бы охлаждает лицо вот сейчас покажу вам вот вот эта умывалочка прям вот чуть-чуть осталась я вообще очень сильно много я не экономлю я долго вообще не держится я прям вот люблю пользоваться так пользоваться чем не быстро все заканчивается вот эта марка это вот этот гель для умывания тонизирующий классная штука правда она маленькая но она стоила вообще копейки полностью скидка и такой же крем ночной детокс вот он прям увлажняет и прям такой лифтинг от него холодок такой идет а это я уже покупала монами есть блог вот мне там дарились у нас на тайная санта мне подарили мой тайный санта подарил сертификат ну я знаю кто это санта бухгалтерия была и у нас условие было до 15 тысяч должно было быть стоимость подарка она мне сертификат я вот взяла вот такой это у нас питалия но тоже знаете он ничем не хуже вот этот крем ничем не хуже вот этого и здесь у нас идет такая пилинг такой легкий легкий вот но вот эти прям вообще бюджет бюджет я космотеке брала кажется космотека или как она вот милан помните я когда снимала купила я вам сказал сказала что я поделюсь с вами вот так что берите смело это беларусь очень хорошее средство это как кстати возрастной 40 и плюс дальше вот видите ты токс написан нич крем чем сказал скраб да это маска то маска скраб маска это масочка если вы хотите прям такой эффект крема классный он прям вообще начал паприк паприк то просьба и сапаева абая есть магазин но они дорогие но прям но он конечно круче от этих всех остальных которые я вам показывал но он и соответственно и стоит как бы немалых денег вот я брала его там со скидками не бывает скидки там вообще крут крутая это корейская косметика есть что я вот фото здесь оставлю этого магазинчик там мы брали сыворотки крема кто тоже у меня блок есть я где наношу и там у меня спрашивать что за крем вот у меня их не этот остались кажется тонер тоник и версии вроде вода обещала поделиться все завтра мы едем на мир за и нам на пробный урок по футболу вообще он сам выбрал и он хотел сначала на футбол вот завтра пойдем поедем бы киева абая вот здесь машина можно будет заниматься ребенком давай быстрее сейчас опоздай у алана пробное занятие а эти мальчики уже занимаются вот тоже мальчик да ты чни в лотах всем салем со вчерашнего а сегодняшнего дня в отпуске сегодня первый день в он забивайте депутат формально нужно мата расстроился выросла как раз курьем станции Мама, давай сейчас поедем. Давай сейчас поедем. Мама, что лучше? Мне сегодня заказ беру. Хандай заказ. Манты. Роллы. Нагетсы. Пельмени. Что-то жидкое захотелось. Сылай. Казарсин дергелят армян и кью. О! Нагетсы. Нагетсы. Да? Шафрана даже не старовала. Сказала. Пельмени. А что к ним ничего не дали? Сметану. Не дается? Еще хлеб не заказали. Мечка за рулем наш. Я сегодня тоже водила ее первый раз. Мечка за рулем наш. Обзор будет обязательно. Приехали в Мегу. Нет, мы не приехали. Приехали в Мегу. Мы потому что спортмастер в дисконт-центре. Ничего не нашли намерей. Больше мы туда не ногой. Все. Всем привет. Всем привет. Я золотого. На то, что все есть. Спортмастер. Давай, давай. У buyer. Божьешь. Вот это тква. Вау! Иди туда. Не надо так делать. Во, видишь, как получается. Уйди, сохранишься. Во! Шикарно. Да, сейчас выберем. Ехали в Грам-парк. Здесь вот такой, оказывается, спортивный магазин есть. Кому надо на заметку. Прям супер, ну. Кайф. Повернись за годом. Магазин. Здесь всё для спорта. Здесь вот это получается 12-й ряд Грам-парк. Грам-парки тоже. И носочки тоже. Надо, Рональду. Арт-мурсич? Ага. Вот. Учисла, говорит, я Баттермен буду засыпать. Вау. Такая красная. Белая? Да. А вот голубенькая. Голубая. Второй костюм. А спиной? Алан, спиной. Спиной где Рональду? Алан, сегодня первое занятие у него. Вчера было пробное. Да, Лан? Да, да. Всё купили. Енда, занимайся. Слушай, тренера. Ага. Немножко он вчера расстроился, из-за того, что голый ему не дали забить. Но он там два таких мальчика невысокого роста. Три или двоих? Трое, кажется. Шапка где? У тебя уже друг, да, там есть она? А его как зовут? Не знаю. Спасибо. Слушай, папа с Уикюю барабжатр. Бараневжатр. Ладно, давай, Лан, пока. Ладно, давай. Снимать сам буст? На. На мой айфон. Потом зайдёте в этот карфель. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Угу. Ярек ордынға футболдан кележатыр. Доуысында беті каланды. Футболға. Футболға. как не дим зло переодеваться все без переоделись марана а вот она рода водорда а 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Белого цвета. Белый жемчуг. Комплектацией получается люкс. Сейчас я все подробно расскажу, что входит в эту комплектацию. И покажу. Вот такая она снаружи. Вот такая она снаружи. И все. Также у машины есть всяких опций. То, что помогает. У нее есть бесключевой доступ. Бесключевой доступ у нее. Затем на машине стоит линзовая оптика. 18 радиуса диски. Оптика линзы. Адаптированная. С корректировками фары. И что еще? У нее есть панорама. И сейчас перейдем в салон. Она сама открывается. Салон на черной коже. У нее полный электропакет. Память сидений. Также получается датчик суперзон. Тушь-старт кнопкой. И также вот мультимедиа с блютузом. Только нету картплея. Подогрев сидений. Обдув сидений имеется. Также. Дулзонный климат-контроль. Подогрев руля. Лобовок. Лобового стекла. Если включается лобовое стекло, то оно сразу же отогревает, получается, боковые зеркала. Также обогрев заднего. И электронный ручник. Есть три вида, получается, режимов. Это эко, спорт и обычный. Мультируль. Шторка задняя. Также отодвигается и поднимается. Также вот панорама открывается. В двух положениях. И у нее есть еще люк. Люк также в два положения. Салонный ручка. Салонный ручка. Приятное. У нее есть авторегистратор. При случае ДТП она сама себе снимает. И также второй ряд сидений. Вот такой вот. Сзади имеется подогрев и обдув. Шторки дополнительные. Они, конечно, не автоматические, ручные. Ну, это опция, вот, люкс-компликации. Также подогрев на двух сидениях. Также дополнительная зарядка, прикуриватель. Все. Так вот, сзади тоже шторки. И багажник открывается так же, когда подходишь к нему. И с руки. Багажник у нас 510 литров. Такой простой, большой, просторный. Сюда смело два барашка помещаются. На Курванет. Вот так вот. Также камера заднего вида. Сейчас еще дополнительно ее покажу. Камера заднего вида хорошая. Хорошо снимает, все видно. Никаких проблем нет. Также у нас сидение в четырех положениях. Получается положение вперед, назад, вверх, вот это вниз. Здесь спинка. И вот четыре положения сидения. Это боковые поддержки. Все, поддерживает. Все, вот такой вот обзор. Друзья, Арсен для вас снял обзор, который вы уже посмотрели. Теперь я вкратце расскажу, как происходит. Вообще, ну, многие поняли, что мы взяли ее в кредит. А возможно, и даже не поняли. Мы приобрели подержанную машину с пробегом 80 километров. Машина 2017 года в объеме 2,4. Была один хозяин машины. Она обслуживалась в Hyundai-центре. В дальнейшем я вам обещала рассказать, что я расскажу, как, что, ну, какие банки, какие эти, ну, как бы, как вообще было оформление. Вот. Арсен увидел объявление. Как-то реклама, что ли, высветилась в Hyundai-центре. Мы в это время, Ерсаин с Арсеном, но они не снимали, как они искали машину. Как Ерсаин. Потому что, ну, вообще, вот они не любят снимать, что говорить. Я их вот заставляю. Так вот, Арсен увидел. До этого мы ездили тоже. Мы хотели, вообще собирались поехать в Талгар. Там тоже была похожая машина, но она, ну, постарее по годам. Вот. И в этот день он увидел объявление. Он тут же поехал в Hyundai-центр, сказал, есть ли такая машина. Консультант сказал, да, есть. Все показал ему, все. И Арсен говорит, мама, я нашел машину, все, приезжай сюда. Арсен приехал за мной. Мы поехали в Hyundai-центр. Там последовательность такая. Процесс вот такой выглядит. Выбранную машину, допустим, вы оформляете в кредит. Вы хотите взять в кредит. Представляется 7 банков. Я, честно, не помню название. Там был БЦК, Халык, Евразийский и еще какие-то банки. Вот. Из этих всех 7 банков нам, они отправляют запрос. Вот, которые вы можете там, ну, так вот, друзья. Есть в Hyundai-центре предоставляется 7 банков. Работник, который оформляет, ну, как бы работник кредитования, или кто это, вот этот сам менеджер, отправляет 7 банков. На тех условиях, которые вы согласны, допустим. Но они потом выдвигают свои условия, эти банки. И вы рассматриваете, какой банк вам может одобрить. Нам одобрили 2 банка. Я выбрала из этих банков. В одном банке был очень большой, как бы, первоначальный взнос. У меня не было этой суммы. А в другой была эта сумма. Вот. Мы стали оформляться в этом банке. И все. И там уже, ну, последовательность. Там идет, они делают каску двухстороннюю, там, то, да, сё. Вот это все входит в кредит. Там, тебя страхуют и все такое. Вот. И мы внесли 30 процентов. Машина была 9 миллионов 400. Мы внесли 30 процентов. И так вот, мы все оформили. Туда входит каска, я сказала, страхование. И все. И потом, если в случае чего, там, не ставит GPS на машину, она, как бы, будет отслеживаться, там, чтобы вы вдруг не будете платить и, как бы, найти эту машину. Вот. И мы оформились, и все. Оформились. Нас сделали, оплатили доверенность. Она обошлась 9400 на то, чтобы представитель Хундай-центра мог поехать и взять на номера все вот эти все моменты, оформить, ну, вместо меня, чтобы я это не ходила, не делала. Вот. И он взял номера, все документы подготовил, все номера поставили на машину, и все. Нам выдали таким образом машину. Вот. Если кто планирует, еще вопрос такой был, я сейчас скажу. Еще был такой комментарий. Ну, я хотела изначально, я там говорила в видео, я хотела изначально боем. Вообще, когда я как-то села на такси, и там была женщина за рулем, и у нее была такая машина. Я так удивилась, у нее все были вот эти все опции, и держание полосы, и вот это все, вот это, что, когда она перестраивалась, что-то там машина пикала. Я говорю, ба, какая крутая, какая умная машина. Вот. Мне, и потом вот эта реклама выходила, баен, 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 летом, помните. И я прям загорелась, говорю, Арсен, что за баен, новая машина, такая она аккуратная. Вот. И Арсен говорит, давай, мам, возьмем тебе баен. Потом я что-то посмотрела на нее, уже когда много начали по городу ездить, баены, потом Мирсаина, она стояла где-то в выставочном центре, в торговом центре. Мы так посмотрели, и что-то она нам разонравилась. Ну, и в Хундаи-центре я тоже ее смотрела, она мне разонравилась. Ну, Соната, она... Так вот, и, ну, как бы, я уже изначально, уже посмотрев, не только что, ну, как бы, в Хундаи-центре. Изначально уже отказалась. Но летом я прям хотела баен. Друзья, если вам нравится баен, если это, конечно, это... Она классная, она суперская, да, тоже. Но она маленькая для нашей семьи. Она маленькая. Если бы я лично сама ездила бы, да, вот, лично моя была бы машина, возможно, да, я баен бы взяла. Она и по цене хорошая. Она посвежее. Есть 10 миллионов, 22, 23 год. Вот, она вот так стоит. Она свежая стоит, 10 миллионов. Вот. И, а это 2017 год, да, Соната? Ну, Соната, она люкс комплектации. Ну, хотя в баене тоже все есть, все вот это, все напичкано. Ну, вот, вот так бывает. Вот. Ну, я не скажу, что она плохая, баен. Ну, вот, такое бывает, что... Выбирайте, конечно, по душе. Нравилось мне одно. Я потом после Санта-Фе и все такое, кроссовер, ну, как бы по таким большим кроссоверам, баен поняла. Баен и Соната, если сравнивать, конечно, Соната, она выше. Ну, выше. Вот. И она и по цене дороже. Если 2023 год, она, наверное, там, 18 или я не знаю, честно, сколько она стоит. Но я знаю, что с 2017 года вот такая цена. Свежий баен 2023 года, он 10 миллионов. Вот. По годам, да. Считаю, на 5 лет моложе Сонаты. Вот. Бяринский Жестеболсон, тоже кто планирует, вот, пробуйте ездить с Hyundai Center. Там сказали, там, написали, ой, накрутили вам то-то-все. На базаре можно тоже накрутить и все угодно, и вам продать. Всякое может. Просто, когда, допустим, я представляла, что Соната, ой, седан очень низкая машина. Думала, ой, низкая, как? Нет, я поводила ее. Она прям достаточно высоко, прям обзор у нее хорош. Она не низкая, прям средняя машина такая отличная. Если вот, кстати, сравнить с баеном, она прям по высоте одинаковая. Баен считается кроссовером мини-кроссовером. Потом, что еще хотела сказать? В принципе, все, наверное. Бяринский Жестеболсон, пусть ваше исполняется желание, тоже приезжайте. Потом там кое-какомментарии написали. Ой, наверное, вам накрутили, не верю этим ухундаем и все такое. На базаре тоже может все это быть, тоже могут накрутить и все такое. Друзья, ну, бояться всего, тогда и в лес не ходить, как говорится. Волков бояться, в лес не ходить. Ну, не жить тогда всего бояться. Так, друзья, я наконец-то дошла. Солоска, который мне подарил сертификат. Пусть мы не пилочка. И вот, спасибо моей компании. Сегодня будет у меня релакс. Супер. Чего, друзья, пойдемте расслабляться. Провела классные дети. Играйте. Бойze. А, резь. Играйте. Играйте. Продолжение следует... Редактор субтитров. Играйте. Играйте.